О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, сегодня в выпуске. Опять не до закона. Почему нардепы никак не могут перейти к рассмотрению законопроекта об антикоррупционном суде и на что тратят свой рабочий день? Сэкономили на премиях. В Днепре полицейские судятся за невыплаченные надбавки. Сколько им должны и что говорить начальство? Арест до апреля. Дело о смертельном ДТП в Харькове готовятся рассматривать по существу, что решили судьи на промежуточном заседании. Раздражение Москвы в Израиле. Парламентарии планируют признать Голодомор геноцидом. Каковы шансы принять закон? Загруз в парламенте с законопроекта об антикоррупционном суде снова откладывается. Минимум до следующей пленарной недели, то есть до конца февраля. Так прогнозируют сами депутаты. В чем причина? Подробнее Елена Зорина. Не успели вернуться, как уже наработали. Среда традиционно день короткий, а сегодня вообще нерезультативный. Несмотря на то, что на табло 347 в зале депутатов немного. Уже с первых голосований становится понятно, для принятия решений людей недостаточно. 200. 206. Еще вчера спикер обещал одним из первых поставить вопрос включения в повестку дня законопроекта об антикоррупционном суде. Но подзабыл, не вспоминает о документе и сегодня. В коалиции признается, голосов пока нет. Мы можем готовить законопроекты, мы можем их проводить через комитеты, доводить до сессийного зала. Но если тут нет 226 голосов, мы не можем проголосовать. Следующего сессийного неделя, это без вариантов, все законопроекты будут включены, включая антикоррупционный суд. По инсайдерской информации, более 40 народных депутатов сейчас поехали в США на молитовный снеданок. Можливо, лучше сюда попросить президента США, это дешевше выйдет. И люди будут на работе, и молитовный снеданок будет происходить. Если, например, поехали 50 человек из фракции ППП или из Народного фронта, возможно, это вплывало. А когда в этих делегациях есть по 2, максимум 3 люди от каждой фракции, причина в том, что, на жаль, порядок денный, который предлагается на сессию, это порядок денный, который абсолютно не отвечает тем потребам дня, которые на сегодня есть. То ли из-за американского вояжа избранников, то ли по иным причинам, но оттягивается целая процедура. Без голосования депутатов профильные комитеты документ рассмотреть также не могут. Да и согласие среди избранников, несмотря на то, что инициатива больше месяца пылится в парламенте, до сих пор нет. В коалиции традиционно во всем винят оппонентов, а те настаивают, законопроект нужно, если не заново переписать, то вообще не принимать. И намекают все остальное отговорки. Не имеет никакой причины это отложить. Мы сейчас в автознях и свидетельство того, что антикоррупционный суд не нужен, правлячие, олигархичные верхивцы. А делать один антикоррупционный суд, который будет честным, независимым, потом суд для карманников, для домашних, для всех других категорий правопорушников, этих шляхов не будет. С трибуны избранники говорят о необходимости решения кадровых вопросов. И проблемах насущных, которые касаются большинства украинцев. За умовами в співпраці с МВФ, влада планує значно підвищити тарифы на газ. Я дуже хочу, щоб уряд пояснил українцям, де ж ця газова незалежність, про яку ми чуємо останні три роки. Но на повестке дня сегодня вопрос ратифікації. Экономическое сотрудничество с Таиландом, осуждение ядерних испытаний в Северной Корее. Спикер зазывает депутатов, как может, и кнутом, и пряником. Давайте запросим коллег в зал. Друзья, я не хотел бы використовувати практику проведения голосования и потом публикации в газетах отсутствующих народных депутатов. Однако продуктивного дня все равно не получается. Одно за другим голосования проваливают. Давайте взагалі скасуємо ці засідання посередах. Бо у вас же є коаліція. І, до речі, ця коаліція працює не лише на Мальдивах та Сайшелах. Бо коли треба було скасувати пленарний тиждень у січні, бо, мабуть, чотирьох тижнів відпустки було замало, голоси знайшлися, а сьогодні в залі просто немає депутатів. В кулуарах начинають говорить о санкціях по отношению к прогульщикам і как заставить избранников работать. Ми пропонуємо скоротити чисельність депутатів парламенту, внести зміни до Конституції, 200 чоловік максимум. Якщо депутати, які отримують зарплату, не здатні усвідомлять свою відповідальність і не здатні чесно працювати, для чого такі депутати? Ідеї штрафів якихось грошових, дивлячись на декларації, так просто, розуміючи, вони не працюють. Були і різні ідеї, тілесні покарання, інші якісь речі, але поки що вони не дозволені Конституцією. Поняв, що каші з депутатами сьогодні не свариш, спікер досрочно закриває засідання. Але перед цим ставить на голосування постановлення, в якому нардепи требують отменить закон о приватизіцій, проголосований в январі. Антирекорд дня – 11 за. Путь к підписанню закона спікерам открыт. На тому і расходиться. Елена Зурин, Алексей Пшемыський, Сергей Ковалев, Владимир Самченко. Подробности – телеканал «Интер». Блокировать трасси готовятся пенсионеры-силовики. Сегодня вони знову вышли на улиці по всей стране. Требування те жи – пересчитати пенсії. Сделати це в Кабміне обіщали і ще в прошлом року, але поки денег так і не нашли. Подробні ось цьогоднішній акції в следующем матеріалі. Таке ж фінансове положення у большинства собравшихся возле Верховной Рады, пенсіонерів, воєнослужащих і силових ведомств. Іх пенсії так і не попали под перерасчет, обіщанний ще літом. Кабмін відмінил своє рішення змінити механізм начислений. Сейчас пенсії по старинці рассчитують от оклада. Це 15% денежного обіспечення, которое получали силовики. Остальное составляли надбавки. Іх не учитывали при определіні пенсії. 92-го року закон, по якому военні начисляють пенсію. Є люди, які тоді, уходя, получили 942 гривні, і до сих пор така пенсія у них і є. Ми уволились в Союзі. Нам сказали, подождіть, ми вас рівняємо. Але вже прошло куча, я ще говорю. Прошло вже скільки років? Лет 10 чи 15? І ніхто нас не вспомінає. Як получали, ми в 3 500, а я должен получать 7 тисяч. Василий – воєнний літчик на пенсії. За плечами нескільки тисяч літних часів і сотні выпускників Черниговського воєнного авіаційного училища. Командир авіаційного звіна, воєнний літчик-інструктор першого класа. І якась у мене пенсія? 3 тисячі гривень. А трактористів, який я знаю, вже було 3 200, стало 6 400. Поки гражданським пенсії повищають, воєнний і милиціонери по-прежнєму остається за бортом. Постановлення, яке предусматривало переход на новий принцип розчёта пенсій, правительство відсрочило на год, об'яснив, нет средств. Побачили, що грошей немає. І перед новим роком приймають 1052. Відмінити виконання 704-ї постанови на цілий рік. А паралельно підготовити таємно новий проєкт закону, який переводить військовослужбовців на пенсії цивільні, чого немає ні в одній державі світу. Оце все обурло, тому що там не врахується ні вислуга років, ні те, що він в бою був. Тепер пенсіонери силових структур опасаються, що нова законодательна ініціатива Мінсоцполітики приведет не к повышению пенсій, а просто уравняє їх з остальними пенсіонерами. Отказ чиновників от своїх же обіщань і законопроект «Ловушка» заставили їх вийти на вулиці. Помимо столицы, митинги прошли во Львові, Запорожье, Дніприя. Тут вже, насправді, ці люди стоять, і по всій Україні це просто крик душі. Тут люди стоять з пораненнями, тут люди з контузіїми стоять, тут стоять інваліди. І так далі, і так далі. Це не те, що брати, це вже крик душі. А пока вони ждут перерасчёта, обесценивається і то, що получають на руки сейчас. Арифметика обіщання проста. Ну, зараз 1750, уходило на 1200. Але разниця 1200 при доларі 8, це було 150 доларів. Зараз можете посчитати, скільки це зараз. Тому при перерасчёте, ну, для мене лично, додавиться, може, 1000-15. Іх требування – к правительству розблокувати действи августовського постановлення о перерасчёте пенсії. К нардепам не голосовать за предложенний Мінсоцполитики законопроект, в котором, по мнению пенсіонеров, їх уравнивают с гражданскими. В поддержку митингуючих нардепы из оппозиції собрали подписи. Что зробив уряд? Вони зробили бюрократичну зачепку. Вони підняли зарплату в дізю військовим, не постановою Кабміну, а приказом Міністра оборони. І на базі цієї бюрократичної зачепки вони не підняли і не індексували пенсію військовим пенсіонерам. Останній час індексація була в 2012 році. Люди об'єдінили свої усилия, требують обращення в Конституційний суд, і ми його підготовили. Сьогодні ми вместе з воєнними пенсіонерами сходили до спікеру парламенту, договорились наступну середу провести засідання Координаційного совета, який представляв інтереси людей в погонах в нашій країні. Пенсіонери готові йти на більш радикальні мери. Якщо їх не услышать, заблокирують траси. І тут підтримку їм готові обеспечити нардепи. Ми визначимо дату, коли ми перекриємо абсолютно усі магістрали в нашій країні. Ми будемо блокувати роботу всіх обласних адміністрацій, ми будемо блокувати роботу готелю Київ, там, де живуть більшість народних депутатів, Кабміну і Верховній Ради України. Плюс ми об'їжджаємо всю країну і піднімаємо всіх військових пенсіонерів. І я впевнений, що ми за лічені тижні доб'ємось чіткого результату. Всього повищення пенсії ожідають чуть більше полумільйона бувших силовиків. Оксана Григорьева, Василий Пузанкин. Подробності, телеканал «Интер». Отсудить зарплату. Патрульні з Днепра подають іски проти свого департамента. Требують выплатити всі надбавки, які руководство систематично з них знімало. Суды розглядують уже п'ять жалоб от копів. Каждый із них недополучил по меньшій мере 25 тисяч гривень. Як продвигаються ці дела, вясняла Елена Миндалюк. Александр одним із первих решил через суд вернуть свої честно заработанні деньги. Рассказыває, в рядах патрульної полиції Днепра с первих днів її существування. Вперві його лишили премії, а це ползарплаты в октябрі 2016-го. Руководству не понравилось, що за дежурство он не здал ни одного административного протокола. Лишали общими формулировками на основі невыполнення приказів, не ухайнив внешній вид, не систематичне порушення ПДР. Когда на Александра составили 10-й протокол, терпіння у інспектора лопнула, полицейський решил через суд доказати, що причини для лишення премії надуманні. Замечання безосновательні. Поэтому надбавки отібрали незаконно. Судебная волокита длилась 3 місяця. Фемидов стала на сторону патрульного. Он отсудил у департамента патрульной полиції 25 тисяч гривень. Именно столько ему не додали к зарплаті за два года служби. Це на сьогоднішній день є прецедентом для інших патрульних в плані захисту своїх прав, як людей, які несуть службу, і відстаєвання своїх інтересів. В то же время ми розуміємо, що, навіть, в зв'язку з економічною ситуацією, департаменту полиції, навіть, не зовсім вигодно допускати такий прецедент, для того, щоб він був і шов далі, і ці гривень виплачувалися. Тому що, я думаю, це не единичний случай. В профсоюзі полицейських убеждені, лишення патрульних премій на самом деле корупціонна схема, яка вже не перший год действує в структурі МВД. Ми, звісно, не маємо щось прямих доказів. Ми над цим работаємо. У нас є іск в суді на 9 епізодів, 10 депримування патрульного. Ось зараз ми получили решення першої інстанції, удовлетворительні. Олександр держит в руках офіціальні ответи з департамента патрульної полиції. Здесь указані секономлені суми на преміях патрульним в Києві і Днепрі. Але це, говорить патрульний, далеко не все місто. Днепрі було снято в 2016 році 677 тисяч гривень. По Києву це 968 тисяч 569 гривень. Це відбувається всі. Це відбувається всі в нашому управліні. І ми так розуміємо, у нас є інформація і по всій країні. Куди пішли ці гривень, правозащитники пытались узнать в міністерстві. Але відповідь так і не получили. Не комментирують ситуацію з депримірованням і в Днепровському управліні патрульної поліції. Елена Медрюк, Евгений Катисов, подробності, телеканал «Интер», Днепр. Несмотря на долги перед сотрудниками, штат полиції уже в скором времени может увеличиться. Национальная полиция бросает вызов организованной преступности. Для борьбы з бандитизмом в МВД создали специальное подразделение. Об этом во время совещания с представителями консультативной миссії ЕС сообщил глава нацполиції Сергей Князев. По его словам, главная задача созданного департамента противостоять организованным преступным групам и криминальным авторитетам. По прогнозам МВД, в полную силу департамент заработает в конце года. Начальник управления госпотребслужбы в Харьковской области Александр Тертышник уволен. Смену руководства требовала губернатор Юлия Светличная. На своей странице в фейсбуке она написала, что сотрудники отдела, которые должны были бороться с коррупцией, сами стали организаторами преступных схем. Речь идет о руководителе одного из подразделений Артуре Кулькине. Его поймали на взятке и, как выяснилось, Кулькин был одним из участников большой коррупционной схемы областной потребслужбы. Сразу после его задержания глава обл. администрации обратилась к председателю госпотребслужбы Украины с требованием провести расследование и уволить руководителя областного управления Тертушкина. Дело о смертельном ДТП в Харькове начнут рассматривать по существу 19 февраля. Речь идет об аварии, которая произошла в октябре прошлого года. Тогда погибли 6 человек. Сегодня водителям Елене Зайцевой и Геннадию Дронову суд продлил меру пресечения. На заседании побывала Светлана Шекера. Юрий Неудачин пришел в суд на Костылях. Во время аварии на Сумской он получил серьезную травму ноги. Позади сложное лечение и реабилитация. Но сможет ли нормально ходить, врачи прогнозом не дают. Травма сустава в голеностопе, таранной кости. Она срослась, но так как в ней почти нет кровообращения. И восстановится оно, не восстановится. Это 50 на 50. Я думаю, виновные обои. Зайцева максимально, а дронов минимально. От семьи Зайцева Юрий получил 50 тысяч гривен помощи. Но этого на лечение не хватит. И он будет обращаться в суд с гражданским иском. А семья погибшего в аварии Александра Евтеева от денег Зайцевой категорически отказалась, чтобы это не стало для подозреваемой смягчающим фактором. Компенсацию намерены требовать в суде от обоих водителей. Обоих поревну. Ну, как поревну? Максимально, а не поревну. Максимально. Когда мы знакомились с материалами экспертиз, мы поняли, что его больше вина, чем мы с начала считали. Когда мы уже сами выучили его данные. Он не молодая людина, очень много лет за кормом. И все-таки загальмовать он был обязан. Водители Елену Зайцеву и Геннадия Дронова заводят в зал суда. С журналистами они общаться не хотят. Никаких заявок не хочу, извините. Суд должен решить, продлевать ли содержание под стражей и назначить дату первого заседания по сути. Адвокат Зайцевой не против, чтобы ее подзащитная оставалась в СИЗО. В связи с огромной резонансностью этого дела, в связи с теми чудовищными последствиями, которые привлекло это дорожно-транспортное происшествие, позиция защиты остается неизменной. Да, мы не будем возражать против продления мероприятия и содержания под стражей. Адвокат водителя Форсвагена Геннадия Дронова требует отпустить его под круглосуточный домашний арест. А обвинительный акт прокуратуры просит вернуть на доработку. Сегодня судья просьбу защитника отклонил и назначил дело к рассмотрению на 19 февраля. А Зайцеву и Дронова оставил в СИЗО. Запобежные заходы обоим подозреванным продолжены в том, в котором прокуратура и наполягала. Тримание под вартою без возможности внесения заставы до 7 квотня этого года. Кроме того, призначено до расследования, по сути, обвинительный акт. Вместе с уголовным производством суд рассмотрит и гражданские иски пострадавших в аварии. За смерть своих родных они требуют 6 миллионов гривен моральной компенсации. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. Отголоски войны. Трое детей пострадали из-за взрывов в Красногоровке Донецкой области. А вот он на своей странице в фейсбуке написал глава региона Павел Жибривский. Сдетонировал неизвестный предмет, который дети нашли на улице. 14-летняя девочка получила относительно легкие ранения. А вот у 9-летнего мальчика и 3-летней девочки повреждены внутренние органы и тяжелые травмы рук. Обоих прооперировали в районной больнице, но девочку придется перевезти в клинику в Днепре. Девять раз боевики обстреливали позиции украинских военных в зоне АТО. При этом активно использовали запрещенные тяжелые калибры. Так, на Луганском направлении из минометов 120-го калибра противник бил по армейским укреплениям в районе Новозвановки, Луганского и Троицкого. Под Попасный в ход пошли минометы 82-го калибра. На Приморском направлении бои в Широкине, но наиболее напряженная ситуация под Донецком. Там боевики использовали даже бронетехнику. На Донецком направлении загарбники понад час обстреливали с танка, гранатометов разных видов и великокалібрных кулеметов в наши опорные пункты вокруг Песков. В наследок ворожих обстрелов отримал боевое травмирование один украинский защитник. Газовый дефицит в Авдеевке. Уже восьмой месяц 25 тысяч жителей города и окрестных сел остаются без газа. В июне прошлого года магистральный газопровод, который снабжал Авдеевку топливом из Донецка, повредили боевики. Тогда правительство решило провести новую газовую трубу в обход оккупированной территории. Работы курировали местные власти, но после строительства газопровода Донецк Облгаз отказался принимать объект в эксплуатацию. По словам его представителей, никаких документов на новый газопровод они не получили, поэтому принять в работу не могут. Мало того, труба даже не закрыта. В некоторых местах только присыпана землей, что нарушает требования техники безопасности. По словам газовиков, в СМИ уже появляется противоречивая информация о ситуации со строительством газопровода. На сегодня, по состоянию, на 7 февраля, ПАО «Донецк Облгаз» нашим службам с заказчиком. А заказчик строительства является департамент розыбку. Не представленный пакет документов, ни один документ не представленный на подпись, на проверку и так далее. Правительство выделит 2,5 миллиарда гривен на строительство аграрных предприятий. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр. Владимир Гройсман подчеркнул, что правительство намерено развивать и поддерживать отечественного производителя. Подробнее Александр Васильченко. На заседании Кабмина приняли план развития аграрной промышленности и сообщили хорошие новости для производителей сельхозтехники. С бюджета для них выделили 1 миллиард гривен. А фермерам, которые будут эту технику приобретать, возместят 25% стоимости. Рассчитывают в Кабмине в этом году и на увеличение поголовья крупного рогатого скота, свиней и овец. Мы направляем 2,5 миллиарда гривен на строительство в крае молочно-товарных комплексов, ферм, господарств, в которых люди сами выращивают в великую рогатую худобу. И мы каждой такой родине, каждому такому домогосподарству, за каждую голову такой худобы заплатим в год 2,5 тысячи гривен. 70% вартости посадкового материала будет компенсовано державой. Единственное вопрос, чтобы этот посадковый материал был выработан в Украине. Фактически, если хочешь создать сад, пожалуйста. Для успешной реализации аграрной программы решили кредитовать фермеров. Ставку обещают по европейским нормам. Говоря о ставках по кредитам, для фермеров это будут кредиты со ставкой 1% годовых. Для тех, кто в животноводческой отрасли будет строить фермы, это будет 3% годовых. Мы поддерживаем те отрасли, которые создают рабочие места. Во-вторых, мы поддерживаем те отрасли, которые работают на внутренний рынок. Говорили на заседании о вопросах, которые давно требовали решения. Минсоцполитики позволили расширить список тех, кто претендует на единоразовые выплаты в связи с событиями во время революции достоинства. Постановление Кабмина откорректировали после обращения активистов. Мы с сечня месяца начали выплаты в полном обществе всех тех денег, которые нужно было выплачивать еще годами. Мы их выплатили, выплатимы все буквально. Или уже выплатили, или сейчас еще завершиваем процесс выплат по всей стране. Всех постраждалим, загиблым, всем родинам, все то, что предпочено было. Мы эти деньги полностью, больше 294 миллиона, мы выплачиваем родинам. В Кабмине обещают, что потерпевшие получат деньги уже в ближайшее время. Александр Васильченко, Сергей Ведмить, подробности, телеканал Интер. Оболонский соцстолицы продолжил рассматривать дело о госизмене Виктора Януковича. Сегодня допросили трех свидетелей стороны обвинения. Среди них советник представительства Украины в ООН Андрей Цымбалюк, исполняющий обязанности министра обороны Игорь Тенюх, а также бывший глава СБУ Валентин Наливайченко. После многочасового допроса адвокаты заявили, все допрошенные могут считаться соучастниками в этом деле и потребовали отвода судей, но ходатайство отклонили. В свою очередь, экс-глава СБУ заявил, он настаивает, чтобы все материалы по делу Януковича были рассекречены. Догонили, что неправда информация о законность постанови о самопустивании президента Украины, не считая на весь вопрос информации, что было у соответствующих представителей. Что это означает для данных страхов? Это означает, что они должны рассматриваться как участие государственного требородства, который не был ученен в виде допомоги дезинформировать МВВС. После сегодняшнего заседания у меня осталось величезное доказание, что можно и треба рассекречивать и оприлюднивать все материалы, в том числе и такого судового заседания. Можно и треба расширить, знаете, лаву подсудных и подозрюваних, и вызвать сюда, и я буду на этом далее наполягать уже как политик, тех, кто сейчас за гратами, кто был нами знаменим, заарештованным украинскими судами с числа прошлого руководства и СБУ, и других силовых органов. Верховная Радия призывает правоохранителей ускорить расследование дела о так называемых вышках Януковичем, буровых установках для разработки шельфа, которые в 2011-2013 годах были приобретены через компанию Черноморнофтогаз. Напомню, по данным ГПУ, схему, по которой из бюджета украли почти 150 миллионов долларов, разработал лично Янукович, а ее исполнителем был на тот момент глава Назбанка Сергей Арбузов. Правда восторжествовала, Генпрокуратура расследовала справу, и как раз нашла след того, что это были вышки Януковича. Также в этой криминальной справе надзвичайно засветился пан Арбузов, потому что он как раз занимался выводом этих кошек из Украины. Это подробности, и вот о чем мы расскажем во второй части программы. Автомобиль в открытом космосе. После семи лет испытаний Илон Маск запустил одну из самых тяжелых ракет собственной компании. Как прошел старт? И договор подписали, и портфели поделили. В Германии, наконец, утвердили коалиционное соглашение. К чему пришли, и что дальше? Развитие речного транспорта в Украине в течение 10 лет может принести в бюджет до 300 миллионов долларов, а еще 500 миллионов в виде зарплат украинцам. Об этом говорили в парламенте на круглом столе на тему восстановления судостроения в Украине. Для этого необходимо снизить налоги, уменьшить тарифы на речные перевозки и отменить ввозные пошлины на импорт деталей для строительства кораблей. В парламенте уже зарегистрированы соответствующие законопроекты, в частности, авторство депутатов радикальной партии. И Миколаев, и Херсон, и Одесса когда-то имели славу в городе Корабелев. Так вот и наши задачи, наши политические силы полягают в том, чтобы восстановить эту славу. Потому что это десятки тысяч рабочих мест, это податки до местных бюджетов, это увеличение экономического потенциала нашей страны. Договор согласован, ключевые портфели розданы. Немецкие политики, наконец, утвердили коалиционное соглашение о политическом марафоне, который продолжался больше суток. Татьяна Лагунова. «Вымучили» — это, конечно, не совсем литературное и политкорректное слово. Но иначе о немецкой правящей коалиции не скажешь. На 136-й день после парламентских выборов политики, наконец-то, утвердили коалиционный договор и даже распределили основные портфели в новом правительстве. Казалось, что этот политический марафон никогда не закончится. 24 часа непрерывных переговоров — это уже новый рекорд немецкого коалиционного процесса. Да, одни летят на Марс, а мы строим коалицию. К моменту, когда договор удалось согласовать, руководители партии, видимо, настолько устали, что даже не вышли к журналистам. Ангела Меркель уехала без комментариев. Мартин Шульц выложил в соцсетях фото с однопартийцами и подписал «уставшее, но довольное». Перед камерами лидеры коалиции появились только после обеда. К нам было два ключевых требования — сформировать, наконец, стабильное правительство и в ходе переговоров думать об интересах людей. И я уверена, что мы справились и воплотили в коалиционном договоре эти пожелания. Пусть мои коллеги меня простят, но я думаю, что в этом договоре во многом виден почерк социал-демократов. Мы существенно повлияли на этот документ, и я благодарен ХДС и ХСС, которые пошли пусть и на сложные, но уступки. Коалиционные договоры — это 177 страниц, в основном посвящен внутренней политике. Но есть в нем и упоминания об Украине и России. Коалиция призывает Киев к реформам и борьбе с коррупцией, осуждает аннексию Крыма и участие России в дестабилизации ситуации на Донбассе, а также настаивает на полном выполнении Минских соглашений. Это главное условие для смягчения санкций против Москвы. Кто будет отвечать за внешнюю политику Германии, уже тоже известно. МИД остается за социал-демократами. Только теперь вместо Зигмара Габриэля, главным дипломатом страны, ее представителем, например, в нормандской четверке, по данным немецких СМИ, станет Мартин Шульц. Сатема Гунова, Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Израильский КНЕСЭД готовится рассмотреть законопроект о признании украинского голодомора геноцидом. Документ также устанавливает День памяти жертв этой трагедии. И из-за чего Россия уже угрожает Израилю ухудшением отношений, Сергей Ауслендер расскажет. Это инициатива депутата от партии Кулану Акрама Хасона. Он сам хорошо представляет себе, что такое геноцид. И как израильтянин, и как друз. Этот народ сейчас подвергается серьезным гонениям в Сирии. Хасон был с визитом в Украине, посетил музей голодомора, и потрясенный увиденным решил, что Израиль обязан признать эту трагедию геноцидом. Он представил на рассмотрение КНЕСЭД законопроект, которым 6 декабря устанавливается официальным Днем памяти жертв голодомора, а сам голодомор объявляется актом геноцида. Мы узнали об этом и не можем молчать, потому что наша страна возникла в результате трагедии еврейского народа. И после того, что сейчас произошло в Польше, мы обязаны отреагировать, обязаны пробудиться. Это шанс исправить историческую ошибку, которую мы совершили, не признав голодомор геноцидом первыми. Законопроект сразу вызвал сильнейшее раздражение Москвы, которое попыталось одернуть Иерусалим. Российские представители заговорили о том, что если закон будет принят, то это сильно осложнит отношения между двумя странами. С этим законопроектом премьер-министр Нетаньягу очутился между двух огней. С одной стороны, прекрасные отношения с Украиной. С другой, необходимость договариваться с Россией, чьи военные находятся в Сирии, которые имеют хоть какое-то влияние на Иран. Так что шансы, что этот новый закон будет принят, далеко не стопроцентны. Многие в Израиле полагают, что Хасон поторопился с законопроектом. Большинство израильтян не то, что о голодоморе. Об Украине знают немного. Тут нужна как минимум большая разъяснительная работа. Необходимо объяснить израильтянам, что такое голодомор. Кроме того, есть очень старый принцип израильского парламентаризма. Не рассматривать акты геноцида, связанные с другими народами и странами. Вот, например, армянские трагические события тоже не рассматриваются вообще Кнессетом. И позиция Кнессета все предыдущие десятилетия была такая, что мы это оставляем историкам, а не будем трогать в политической сфере. Тем не менее, законопроект депутата Хасона подан соответствующей инстанции парламента и проигнорировать его не получится. Здесь хорошо помнят выступление украинского президента, который в своей речи в Кнессете много рассказывал о голодоморе. Сам же Акрам Хасон свою инициативу объясняет просто. Есть вещи, о которых молчать нельзя. И он, как человек, был обязан отреагировать. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Проверят всех. Дональд Трамп создал США национальный центр по отбору иммигрантов и соискателей визы. За, казалось бы, формальным решением кроются очень серьезные последствия для всех, кто хочет переехать в Штаты. Какие? Об этом Дмитрий Анопченко. Сообщение Белого дома немногословно. Мол, пора улучшить процесс отбора иммигрантов. Сделать его эффективнее. Для этого Дональд Трамп и подписал указ. Создает при Министерстве внутренней безопасности специальный центр. Дескать, пусть там все решения и принимают. Но изучив документ внимательнее, юристы забили тревогу. Говорят, за словами об улучшении и эффективности на самом деле кроется попытка вполне законно отказывать всем тем, кто не нравится новой администрации. Дело в том, что сейчас заявления на гринкарту и на статус беженца люди подают в разные миграционные центры, расположенные по всей стране. В каких-то из них требования жестче, в каких-то перечень документов тот же, но смотрят свой с пальцы. В каких-то штатах к иммигрантам относятся с сочувствием и пониманием, а где-то им устроят допрос с пристрастием. Но Дональд Трамп пытается всю эту систему поломать, передав большинство полномочий одной единственной структуре. В Белом доме сообщили, нынешняя работа ведется бессистемно, а вот новый офис соберет информацию и от силовиков, и от разведки обо всех, кто просится пожить или работать в Америке, но может представлять угрозу для ее безопасности. Пресс-секретарь администрации Сара Сандерс поясняет, таким образом мы выявим террористов, преступников и теневых деятелей, которые пытаются проникнуть в Штаты и остаться здесь. Но есть и другая версия. Мол, когда у президента не получилось ввести иммиграционный бан для всех поголовно, это решение в судах застряло, то он теперь выстраивает новую систему, при которой нежелательным мигрантам будут отказывать уже не всем скопом, а по одному. И повод весомый, мол, не прошел проверку на благонадежность. С этим не поспоришь. Единый иммиграционный центр должен заработать уже с сентября. И опрошенные нами эксперты прогнозируют, его создание резко увеличит процент отказов в получении грин-карты или статуса беженца. А еще очереди вырастут. Ведь даже сейчас документы по полгода рассматривают. А с созданием новой структуры вполне возможно, что решение придется ждать годами. Из Вашингтона Дмитрий Ановченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Есть ли жизнь на Марсе? Серьезный шаг к получению ответа на этот вопрос сделала накануне компания Илона Маска. С космодрома во Флориде SpaceX успешно запустила сверхтяжелый ракетоноситель. Почему это событие уже вошло в историю, расскажет наш специальный корреспондент Светлана Чернецкая. Вот так под музыку Дэвида Боуи в космосе появился еще один объект. Это красный кабриолет Тесла. За рулем манекен в скафандре, на панели приборов табличка с надписью «Не паниковать», а из динамиков раздается песня «Странный случай в космосе». А вот как это все начиналось. Три, два, один. Этот запуск уже вошел в историю. Falcon Heavy, что в переводе «тяжелый сокол», это самый мощный ракетоноситель в мире. Он способен доставить на околоземную орбиту до 64 тонн груза. Это вдвое больше, чем его предшественник Дельта-4. Шансы на успех расценивали как 50 на 50, потому что раньше такого никто не делал. Результат оказался более чем удовлетворительным. Ведь ускорители ракетоносителя еще и успешно вернулись на Землю. Это синхронное действие было не менее впечатляющим. Только представьте, что взлет и посадку мы сможем наблюдать по несколько раз в день. Это укрепляет нашу веру в следующий проект, в некий межпланетный космический корабль. Впрочем, не обошлось без неожиданностей. Один из трех ускорителей, центральный элемент, упал в океан в 100 метрах от платформы, на которой должен был приземлиться. А вот как это событие описывает бывший журналист Интера и один из членов команды запуска Андрей Васильев. Главное, мы знали, что ракета взлетит. В результате на орбите Марса сотни миллионов лет будет кружить автомобиль с камерами наблюдения. А мы стали на шаг ближе к космическому туризму. Ведь главная цель Маска – отправить на Марс человека. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности – телеканал Интер. Македония готова изменить название ради примирения с Грецией, чтобы та не мешала ее вступлению в НАТО и ЕС. Заявил премьер Зоран Заев. Рассматривают варианты Северная Македония, Новая Македония или Верхняя Македония. По мнению греков, слово «македония» исторически принадлежит региону на севере их страны. Поэтому своего соседа они называют исключительно «скопье», как македонскую столицу. Младшая сестра Ким Чен Ина поедет на открытие Олимпиады в Пхенчхане. 28-летняя Ким Йо Джон станет первым членом семьи, которая пересечет границу с Южной Кореей за последние 65 лет. Ее визит может внести раздор в отношении Сеула и Вашингтона, поскольку Ким Йо Джон подпадает под санкции Министерства финансов США за нарушение прав человека и цензуру. В Китае прошли испытания пассажирского квадрокоптера. Аппарат с двумя людьми на борту поднялся на высоту 300 метров и пролетел по заданному маршруту 15 километров. Электрический квадрокоптер способен развивать скорость до 130 километров в час. После испытаний его планируют использовать как аэротакси в мегаполисах. И совершать полеты он должен будет автоматически. Перед вылетом достаточно указать пункт назначения в программе. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности Юэй. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.